Здарова всем ребят, с вами Хилл Хёртс, и сегодня у нас новости о проекте Skyrim Together. Но перед самым началом ролика я бы хотел вам порекомендовать канал Бабка Ёшка. Здесь можно найти интересные прохождения, смешные нарезки и очень харизматичного автора. Ссылка будет в описании. Какое-то время у проекта Skyrim Together были довольно серьёзные проблемы, однако теперь появилась информация, о которой наконец можно поделиться. В видео будут самые важные выжимки из отчёта за май, а также информация о том, как установить лаунчер и попробовать поиграть. 18 числа был майский отчёт, где разработчики делились своими успехами. Был полностью удалён код команды SKSE и переписаны части всего кода. Сообщается, что данная перепись кода не сильно сказалась на общей производительности и стабильности сборки. Также разработка Skyrim Together продолжается, однако точной даты открытой беты всё ещё нет. Сейчас разработчики выкатили Nightly Builds. И это уже работает, и дальше я всё расскажу. Также каждый желающий может помочь в написании кода. Теперь давайте насчёт Nightly Builds. Разработчики решили, что дадут доступ к сырой версии игры для тех, кто очень хочет поиграть вместе с другом, а также поделиться информацией об ошибках. Разработчики прям прямым текстом предупреждают, что эта версия будет очень сильно глючить и фризить. От себя лично скажу, что они не обманывают. Даже в меню видел фриза. Также сейчас ведётся разработка нового и более надёжного веб-сайта. Все старые базы данных и аккаунты удалены. А теперь давайте более подробно об установке и о том, как поиграть. Для этого потребуется Steam и Skyrim Special Edition, но я пошёл дальше и решил попробовать на репаке. У меня совершенно случайно на диске завалялось несколько разных версий Skyrim, поэтому я решил действовать. Заранее предупрежу, что я против репаков, всё это на страх и риск каждого из нас и лучше пользоваться лицензионным продуктом. Всё, что в видео, только в целях исследования. Сначала мы идём на GitHub разработчиков и скачиваем здесь harbour.exe. Версия может отличаться, нам необходимо harbour.exe. После того, как мы его скачали, запускаем его и устанавливаем абсолютно в любое место. Я его уже установил, но я дефолтную директорию выбрал, так что этот пункт я пропущу. Теперь находим этот ярлык harbour.exe и желательно запускать его от имени администратора. У меня Windows 7, показываю на ней. Если у вас автоматически не определился Skyrim Special Edition, то необходимо его выбрать. Нажимаем вот сюда на лупу и идём в путь, где у вас лежит игра. После того, как выбрали папку Skyrim Special Edition, жмём выбор папки. И после этого, по идее, необходимо нажать кнопку Install и всё получится. Да, как мы видим, пошла загрузка. Ну, как вы знаете, у меня очень медленный интернет сейчас, поэтому придётся ждать какое-то время. После того, как всё установилось, можем нажать кнопку Play. Если всё сделано абсолютно правильно, то при запуске игры, даже в начальном меню, значок Skyrim будет вот такой сдвоенный, то есть Skyrim Together, всё нормально. И вот после этого этапа у меня были постоянные вылеты при запуске игры. Я пробовал ставить режимы совместимости и выдавал права администратора. Пробовал включать и отключать Steam, добавлять и запускать игру и лаунчер через Steam. Всё бесполезно. Вероятно, что теперь для доступа к дополнению в любом случае понадобится купленный Skyrim со Steam. С оригинальным Skyrim проблем быть не должно. Лично общался с ребятами, у них всё работает на лицензии. И, видимо, мой парусник сегодня попал в штиль. Дальше вставлю фрагмент из оригинального видео. После того, как загрузились, справа сверху будет приписка Skyrim Together Nightly. Теперь нужно полностью пройти Helgen, а после выхода уже можно нажимать на правый Ctrl и пробовать коннектиться. Для того, чтобы законнектиться, сначала необходимо узнать свой IP. Для этого нажимаем на кнопку PUSC и пишем cmd. Вызываем командную строку и в ней пишем ipconfig. После этого нам необходим вот этот вот адрес 192.168.1.125. У каждого он будет отличаться, но именно этот адрес нам необходимо ввести, чтобы законнектиться к серверу. Если вдруг у вас появятся проблемы, то в подсказке справа в углу и в описании будет ссылка на видео по стимовской версии, а я в ближайшем будущем постараюсь найти лицензионный Skyrim, найти друзей и записать геймплей, чтобы можно было больше рассказать вам об этом. С вами был Хилл Хёртс, буду и дальше держать в курсе, всем всего хорошего и удачи ребят!